Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM 13.06 на часах. Это действительно программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии выступит член Общественной палаты Кировской области, главный редактор телеканала «РЕН-ТВ Киров» Юрий Шлеминзон. Юрий Львович, добрый день. Добрый день. Ваша коронная фраза. Нет, давайте сегодня воздержимся. Что такое? Что случилось? Вы не верите? Нет, я верю в силу закона. Теперь я поверил в силу закона. Хорошо. На нашем сайте хакирова.ру есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, есть там специальная форма для того, чтобы вы могли задать вопрос нашему гостю. Вопросец, кстати, есть. Чуть позже я его озвучу. Ну что, 20 и 22 ноября в нашем городе прошел четвертый уже по счету гражданский форум. Это, я так понимаю, главное мероприятие в году для Общественной палаты, некий венец деятельности. Собственно, вы как... Одно из итоговых мероприятий. Да, одно из итоговых мероприятий. Ну, уже СМИ написали о том, что большое количество секций было в этом году. Да, это было значительно больше, чем в прошлом году. На 7, по-моему. Да, в прошлом году было 18, в этом году было 25. Ну, собственно, ваша роль в чем тут заключалась? Где побывали? Я, к сожалению, в связи с тем, что был в командировке, я побывал только на двух секциях. Особенно мне понравилась секция, это обсуждение воздействия общества на СМИ. Мне кажется, это была наиболее самая массовая по посещаемости секция. Хотя надо сказать, что те споры, которые проходили там, к итоговому заключению не привели. Но более-менее все проходило корректно. Были соответствующие эксперты в этом мнении. Чего, мне кажется, экспертного мнения именно по этим узким темам, которые рассматривались на форуме, не хватало. А, собственно, в чем смысл-то вот этой секции? Общественность на СМИ, из-за чего спор разгорелся? Она такая была провокационная. Название ее было провокационной темой. Вообще существует ли оно? Необходимо ли оно? Ну, были очень противоположные взгляды на это дело. И спор проходил достаточно корректно. Даже некоторые товарищи воспользовались презентацией своих будущих грантов, считая, что это воздействие общества на СМИ. Ну, было интересно. Я понял, что все секции, вот их качество и присутствие, конечно, зависит от модератора, кто приглашает. Достаточно количество интересных людей. Соответственно, секция проходит интересно. Ну, все секции проходили на должном уровне, как говорят мои коллеги, с кем я общался. Поучаствовало больше, чем 400 человек в заседаниях различных секций. Ну, тематика, она вам известна. Да, мы могли бы, кто кому нужен, посмотреть там. Да, общественный контроль за правоохранительным, культурный вопрос, деятельность НКО, влияние общества на СМИ, о которой я говорил. Проблема условного досрочного освобождения. Тоже непростая такая тема, которому, я считаю, надо достаточно много внимания уделять. Потому что комиссии, которые этим занимаются, они не дорабатывают последние годы очень сильно, мне так кажется. Ну, проблема воздействия общества на СМИ. Давайте поподробнее. В чем конкретика-то? Я хотел бы еще один вопрос. Вот, когда был взгляд со стороны, там присутствовали люди не из Кировской области, они отметили, что нет систематической работы по данным тематикам, которые рассматривают в течение года. Я считаю, что это одно из основных, как бы, требований к работе как членов общественной палаты, так и людей, которые из НКО, много принимающих участие. Я могу сказать, что рабочая группа, в которую я вхожу по работе с правоохранительным органом, она на постоянной в течение года работает. Проблемы поднимает. То есть смысл в том, что год идет, время идет, вроде как эти проблемы не поднимаются, не озвучиваются, а тут на гражданском форуме бац, они всплылили. Выскочили, да. Я считаю, что надо систематически заниматься теми проблемами, которые интересуют население, интересуют общественность, интересуют тех людей, которые стоят во главе разрешения этих проблем. Поэтому систематическая работа в течение года, мне кажется, даже более важна, чем вот эта конкретика, ну, конкретика или беседа, которая проходит на самом форуме. И надо понимать, что все, что происходило на форуме, это будет положено как раз в план работы общественной комиссии на следующий год. А может быть, в течение года, ну, как вот, предложение сразу зреет, может, какие-то мини-гражданские форумы проводить? Там раз в квартал, например. Достаточно сложное мероприятие. Ну, во-первых, есть пленарные заседания общественной палаты, да, где можно решать эти вопросы, на которых, как у нас же открыты организации, где могут присутствовать эксперты и другие лица, которые занимаются этими проблемами. Так что, и часто бывает, что вот некие круглые столы, как мы их называем, да, они превращаются в такие мини-форумы, и где выходят достаточно конкретные решения, предложения для администрации, там, для других органов по устранению проблем, которые возникают в обсуждении на этих мероприятиях. Ну, хотелось бы поподробнее, чтобы вы рассказали об вот этой секции. Общество и СМИ, в чем, как проблематика-то была поставлена? Ну, вы как с Мишни? Она была поставлена, я вот как раз был из тех, которые говорили, что это, ну, я не буду говорить, что это глупость, да, но это специально было в такой провокационной форме построено, потому что мы все, на самом деле, мы понимаем, что в основном СМИ воздействует на общество, а общество воздействовать на СМИ, это у нас получается то, что вот мы пытаются сделать сейчас, да, то есть регулировать контент СМИ, там, время вещания, наличие или отсутствие рекламы. Это называется попытка воздействия общества на СМИ, да. А худсоветы обсуждали, помните, эта идея, которая прозвучала в этом году? До такого бреда, это мы, конечно, не дошли. Создание худсоветов на телеканалах. Да, есть такое, ну, общественные советы, может, и будут, особенно на общероссийских каналах, наверное, это и не вредно. Здравые мысли, правда, кто их будет слушать потом и выполнять, это другой вопрос. Пока эти каналы существуют как бизнес-структуры, тогда очень сложно, как говорил наш президент эти сериалы дефективы смотреть постоянно. Ну, да, наверное, неверно. Но вы-то выступали, вы-то какую позицию отстаивали? Я говорил о том, что СМИ воздействует на общество, и если это делается правильно и грамотно, то это очень даже хорошо. Правильно и грамотно это как? Ну, в рамках закона, если вы доводите общие человеческие идеи и направления до большого количества людей, то в этом раз, как раз, я считаю, заключается работа СМИ. Это не только просветительская или культурная деятельность, что не исключено, конечно, да. Но есть вопросы взаимоотношения между органами власти и общества. Ну, и другие разные вопросы. И если СМИ это делает, то это очень хорошо. Хотя мы понимаем, что у нас есть много развлекательных СМИ, да, есть там узколокальных СМИ, там, связанных с природой. Ну, вообще много же сейчас информационных каналов, не только которые занимаются выпуском новостей, да, а и другими вещами. Развлекательные продукты создают. Ну, надо сказать, что вот созданный общероссийский канал общественной телевидения, да, он, конечно, очень слаб. Но это не только у нас. На самом деле зрительская аудитория таких каналов в странах этого Дикого Запада тоже составляет от 1,2 до 2% максимально. Хотя размещать рекламу на этих каналах считается очень престижно для бизнеса, например. Небольшие аудитории, они вот, и вот я был, возрастной, возрастная планка сотрудников тоже очень большая, да, это вот такое напоминает мне старая БГТРК во многих странах. А вот рамки закона это единственное, чем сейчас должны руководствоваться СМИ. Просто есть эти вещи, которые в законах там не прописаны, вопросы морали, этики. Ну, конечно, мы можем говорить, что общечеловеческие законы всегда должны жить, присутствовать и напоминать о их присутствии. Я считаю, что роль СМИ в этом большая. Вы какие-то СМИ можете сейчас упрекнуть за несоответствие этим высоким нормам и сферам? Нет, я все коллег стараюсь, коллег, не обсуждать никогда. Что касается... Да, если они не нарушают закон, я никогда не обсуждаю. Что касается темы условно-досрочного освобождения, зацепился слух, а что за проблемы у нас сейчас? Ну, во-первых, я не присутствую, конечно, на этой секции, но немного знаю эту проблематику. Но получить досрочное освобождение, это очень сейчас стало сложно. Просто очень сложно. В связи с чем? Ну, различные факторы влияют на эту вещь. Я не буду говорить, что там какая-то такая команда прошла, чтобы их сократить. Но получают досрочное освобождение, если взять Российскую Федерацию, в основном бывшие сотрудники УВД или силовых структур. А у них это получается намного лучше. А вот у бездейсменов это получается хуже. Ну, не говоря о всех остальных категориях. Во-первых, очень длительная процедура комиссии, которые существуют при губернаторах, тоже это дело делают очень медленно. Ну, а президент рассматривает эти документы вообще там один, лучшие два раза в год. То есть это такая проблема, серьезная. А какая работа в этом отношении в течение года проводится, вы сказали об этом, в рамках комиссии по... Я не принимаю участия в этой комиссии, в работе. Я просто отголоски от этих действий знаю, что их мало. И получить их очень сложно. Так как есть люди, которые встали на путь исправления, как мы говорим, да. Но мы же сами понимаем, что у нас и попадают люди не всегда с закона туда. Тем более, этим еще сложнее получить по УДО освобождения. Ну, как известно, результатом работы гражданского форума является ряд резолюций, да, принятых? Где-то они еще не приняты. Они будут приняты на следующем итоговом пленарном заседании. Вот тогда мы сможем с вами их озвучить и обсудить, если вы меня пригласите в программу. Хорошо. А если говорить об исполнении резолюций прошлого гражданского форума, 2013 года, известно ли вам, что воплощено в жизни? Если вопрос задать, он больше объем информации владеет. Я просто тем самым подвожу к вопросу на нашем сайте. Об этом не забывают. Да, об этом не забывают, на самом деле. Их отслеживаются. Ведется работа, потому что... А, во-первых, это все включается в план следующего года. Соответственно, это имеет действие. Вот, видимо, наш слушатель и пользователь нашего сайта в очередной раз решил упрекнуть нашу общественную палату в чесании языками. Что довела до конца наша общественная палата? Чем реально помогла людям? Ну, вопросы, конечно, вот такой общий. Огромный, огромный. Мы можем взять... На сайте хранится резолюция предыдущего гражданского форума, да. И все действия, которые проходили, они тоже на сайте есть. И можно сравнить. И провести такой анализ, если кому-то интересно. Ну, а у вас, может быть, какая-то вот... Есть в голове какие-то конкретные примеры, конкретные люди, фамилии. Нет, ну, мы же говорим именно о том, что было высказано на гражданском форуме, а не в целом. Конечно, в целом есть там вопросы, которые помогали, решали, рассматривали. Во-первых, мы... Организация не та, которая может пойти закопать трубу, выкопать трубу или включить свет, да. Мы можем только обращаться, ну, так, убедительно и долго к власти, которая это делает. Но обычно реагирование есть. Я вот могу сказать, что мы в свое время рассматривали вопросы освещенности там пешеходных переходов, да, освещенности улиц. Была благодаря этому составлена программа городской думы по решению этих вопросов. С некой задержкой, конечно, но программа в 2014 году, с переносом на 2015 год, она решается. И мы видим, что оборудуются пешеходные переходы с специально светоотражающими знаками, усиливается мощность освещения, или где ее не было, она вообще появляется. И это снижает, понятно, что это снижает детский травматизм, особенно дети попадаются, хотя и пожилые люди тоже. То есть есть вещи, которые под длительным контролем, и они, попавшие в резолюцию, решают эти вопросы. Ну, я надеюсь, наш слушатель услышал. Вот вопросы освещения городского... Я напомню, что это особое мнение Юрия Шлемензона, члена общественной палаты Кировской области, главного редактора телеканала «Рент и Викиров». Я хочу перейти к другому, тоже, в общем-то, знаковому и значимому событию. На прошлой неделе губернатор Кировской области представил Совету законодательного собрания нашего регионального состава нового правительства. На этой неделе, 27 числа, состоится пленарное заседание, на котором депутаты будут голосовать за кандидатуры, заместители председателя правительства всего. Их, как известно, 11 человек. Сергей Щерочков, Дмитрий Матвеев, Алексей Кузнецов, Александр Галецких, Елена Ковалева, Борис Веснин, Алексей Котлячков, Юрий Юсупов, Евгений Михеев, Роман Береснев, Алексей Вершинин. Вот, собственно, по персоналям заместителей председателя правительства... Ну, это лучше, как Никита Юрьевич, по персоналям вообще, на самом деле, задать вопрос. Ну, я хочу все-таки вас спросить. Ну, появляются новые лица. Это, например, Евгений Михеев. Правда, работал на территории Кировской области, да? Вот, появляются теперь вновь с целями и задачами, мне, конечно, неизвестными. Ну, раз Никита Юрьевич его приглашает, он знает, для чего берет человека на работу. Ну, вот новые люди в правительстве региона Роман, Береснев, Алексей Вершинин. Это же тоже известные кировчанам, ну, и тем более Никите Юрьевичу люди. Он берет их под решение определенных задач. Вот мне что понравилось в подходе Никита Юрьевича о формировании правительства, я персоналям не касается. Это о том, что будут решаться не только вот эти министерства, которые укрупнили, да, там, по фону, но что будут приняты под проекты. На самом деле, там конкретики еще мало известно. Ну, да. Ну, естественно, структура, она не одномоментно появится. Ну, она появится. Вот для меня самое интересное, кто у нас будет министерствами руководить. То есть премьер-министр. Да, ну, так называемый региональный премьер-министр. Вот я... Или Никита Юрьевича за собой оставит, он имеет по закону это делать, да, или он эти права передаст кого-то другому. Ну, там же это все преподносится как приближение к федеральной структуре, да? Ну, да. Ну, многие регионы уже по такой структуре давно работают. И тут нового ничего не изобретено. Ну, вот этот подход от того, чтобы лишаемся отдельных департаментов, да, там, дела архива, например, по делам молодежи. И подход Никита Юрьевича мне очень нравится. Вот проектный подход. То есть под определенную задачу создается там, ну, или департамент, или группа, я не знаю, как она будет называться, Никита Юрьевича. Но вот такой подход, решение локальной задачи и потом прекращение ее деятельности, я считаю, очень верным. Это даст экономию трудовых ресурсов, денег, ну, так далее и тому подобное. Ну, там прозвучали вот такие слова, которые ласкают слух, да, сокращение числа чиновников. Ну, это мы проходили все, как только говорят, сокращение числа чиновников, количество чиновников у нас растет, мы видим, сколько новых зданий добавляется. Ну, не будем говорить про правительство Кировского общества, но в целом, да, что количество растет и растет. Вот. Вот еще мне понравился подход, это приглашение в эксперты. Там в Никита Юрьевич правительство приглашает Чурина, Князькина, Албегову, вот, в свои, как экспертов при работе в новом правительстве. Мне кажется, очень верный подход. Люди имеют достаточно большой опыт, знания, и их эффективно в этой роли используют. То есть тут в общественной палате тоже существует, да, такой принцип, когда есть члены общественной палаты, есть эксперты общественной палаты. Все так хорошо... Ну, они не эксперты, я не знаю, они советниками у Никиты Юрьевича называются. Все так хорошо, никаких претензий вот к этой новой предполагаемой структуре у вас нет? Во-первых, мы что можем обсуждать? Персональный, не мне с ними работать, как говорится, да? Никите Юрьевичу будет с этими людьми комфортно работать, значит, он их оставляет. Если нет, наверное, их будут менять со временем. О том, что их утвердит законодательное собрание, у меня даже практически сомнений нет, потому что большинство членов правительства, члены партии «Единая Россия», ну и когда перед выборами была встреча у Никиты Юрьевича с Кировским отделением «Единая Россия», он говорил о том, что на счет пожелания регионального отделения по формированию правительства, я думаю, не учтены эти пожелания. — Очевидно ведь укрепление позиций «Единая Россия» в областном правительстве. — Да, может быть. — Да, если пройтись по персоналям, все собственные действующие функционеры партии. — У нас есть деньги, функционеры партии. — На прошлой неделе в дневном развороте немножко обсуждали эту ситуацию. Вот Константин Машуренко у нас был в эфире, да, справедливорос, представитель этой партии. Он высказал некое неудовольствие тем, что там же была встреча и со справедливоросцами, тоже они кандидатов свои высказывали, предлагали, но вот почему-то Никита Юрьевич не учел эти предложения. — Ну это знает только Никита Юрьевич, наверное, и руководитель партии «Справедливая Россия» на территории Кировской области. Они, наверное, встречались по этому вопросу, решали, нашли, наверное, какое-то компромиссное решение. Никита Юрьевич, наверное, был более убедителен, чем руководитель партии «Справедливая Россия» на территории Кировской области. Ну вот, когда состоится это голосование, на этой неделе 27-го числа, Белых предложил голосовать открыто. Собственно, у нас тайное голосование всегда было приемлемо в областном законсобрании. Вы, кстати, были депутатом областного законсобрания. Да, я тоже всегда был сторонником открытого голосования. Почему? Ну, я считаю, что свои депутаты должны открыто по всем вопросам высказываться. Ну, это же процедурно как-то больше времени занимает, пока пересчитать вот эти голоса. Нет, наоборот, тайное голосование более длительная процедура. Более длительная? Конечно. Ну вот Машуренко заявил в нашем эфире, что они все-таки с оппозиционными партиями будут совещаться за исключением этого момента открытого голосования. Я могу только догадываться, что думает господин Машуренко. Просто, ну, я думаю, что какая-то определенная работа с депутатами все равно ведется. Лоббирование определенных кандидатур. И если кто-то пообещал голосовать там за господина Икс, то при тайном голосовании никто не узнает, проголосовал он или не проголосовал. Если там какое-то пакетное соглашение было, да, то при открытом голосовании это все видно будет. У нас остается несколько минут до перерыва. Я хотел бы еще поговорить о том, что у нас в городе продолжается конкурс на должность главы Кировской администрации. Стартовал он 17 ноября, закончится 1 декабря. Вот в пятницу уже СМИ сообщили о том, что есть три кандидата, которые подали документы и заявления. Сейчас перечислю. Заместитель генерального директора завода охотничьего и рыболовного снаряжения Федор Киселев. Исполняющий обязанности начальника теруправления по Ленинскому району Сергей Торхов. И исполняющий обязанности зампредом правительства области Александра Перескокова. Ну, как мы поняли ранее, Александра Викторовича в списке одного из, в качестве одного из заместителей представителей, его вот в новом проекте нет. Ну, да. Ну, уже последние несколько недель, даже может месяцев, да, говорится о том, что Александр Перескоков это самая очевидная кандидатура. Будем говорить, что только несколько недель на самом деле. Несколько недель. В СМИ больше недели это не звучало, да. Вы склонны доверять этим предположениям? Да. На каком основании? Ну, самый большой политический вес, опыт работы у Александра Викторовича. Он, может быть, немножко был не так связан с хозяйственной деятельностью. Но я думаю, что он сможет переформатировать свою работу. А так как он достаточно долго работал в органах госвласти, я думаю, что у него и здесь хорошо все получится. У нас сегодня в развороте тоже обсуждалась эта тема. И, собственно, вот Киселев и Торхов нашими гостями были названы кандидатурами чисто техническими. Поддерживаете или не поддерживаете? Да, я, наверное, склонюсь к этому мнению. Хотя для них попадание в этот список это очень хороший результат на самом деле. Это идет в зачет при дальнейшей службе, на дальнейшей государственной службе. То есть участие в таких конкурсах, это приравняется уже практически к началу работы в государственной службе. Я думаю, что им это в плюс. Но ведь это конкурс. Вроде как по смыслу. Ну, настоящий российский конкурс. Вы разве к этому, Владимир, не привыкли? Ну, да, много случаев. Ведь никто никому не запрещал. Могли и другие подавать заявления. А, кстати, вы считаете, что это окончательный список кандидатур? Я не исключаю, что кто-то появится еще. Там же и самовыдвиженцы могут быть. У нас же есть в разных партиях активные лица, сильные политики, экономисты, как они утверждают. Они могли бы себя попросить в таком конкурсе. Ну, для вас, я так понимаю, штука уже решенная, и все. Ну, 100%. Если так уж... Ну, близко к решению. Близко к решению. Давайте сейчас прервемся на небольшую... Я бы хотел сказать, что та комиссия, которая будет рассматривать, в том формате, как создана комиссия, да, я думаю, что это близко к 99,9. Давайте сейчас прервемся на короткую рекламу, после чего продолжится особое мнение Юрия Шлемензона, члена Общественной палаты Кировской области, главного редактора телеканала РЕН-ТВ Киров. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM. Программа «Особое мнение» снова в эфире. И сегодня это особое мнение Юрия Шлемензона, члена Общественной палаты Кировской области, главного редактора телеканала РЕН-ТВ Киров. Вот сейчас хотелось бы очень больную тему поднять. Тему стоимости проезда в общественном транспорте в областном центре. Все дело в том, что в конце прошлой недели в региональную службу по тарифам обратились перевозчики с предложением поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Далее примеры. Линия «Авто-1». Считают, что нужно до 22 рублей поднять. Эскорт «Авто-М» — 24 рубля, 29 копеек. Автохозяйство — 23 рубля. Автотранспортное предприятие по автобусным маршрутам — 25 рублей, 52 копейки. По троллейбусам — 26 рублей, 27 копейки. Если не забывайте, хотят поднять примерно на 40%, да? Получается так, ну, сразу на 10 рублей, да? С 16, а на 22, да. Ну, будем говорить, вы за вот короткий период наш любимый рубль скакнул относительно американского плохого рубля. Потому что, наверное, не скакнул, а рухнул. Ну да, нет. Сегодня он, например, восстановился на определенную позицию, там, ниже 45 рублей. Надолго ли это хватит, этой позиции? Тоже понятно, что ненадолго. Ну, если смотреть за стоимостью, там, цены на нефть, на которой мы ориентируемся, и так далее, и тому подобное. Во-первых, мы всегда забываем одно высказывание нашего президента. Он обещал, что бензин будет стоить 1 доллар. Ну, весной это получим, даже сомнений нет, что у нас будет бензин стоить 1 доллар, да? В связи с введением региональных налогов, снятие экспорт... снижение налога на экспорт... Налоговый маневр вы имеете в виду, да? Налоговый маневр имеете в виду, да? Да, 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 да. Супер налоговый маневр, в результате которого бензин у нас будет стоить, понятно, на 3, 4, 5, неизвестно, на сколько рублей дороже. Ну, там плюс 3, там, обещают сразу в начале года. У нас когда обещают 3, вы сами знаете, насколько это получается, да? Ну, примерно по старому доллар будет, да? Где-то так. А может и по-новому. Никто это точно не знает. В общем, вы считаете, что обоснованы предложения? Обоснованы оно только в таком случае. Когда качество обслуживания, которое существует в других регионах, будет хотя бы приближаться. Понятно, что платить такой рост тарифа для многих семей это очень будет болезненно. Качество обслуживания, будем говорить, что у нас требует очень много изменений. А что под качеством тут, понимаете? Под качеством, это машины, которые выходят на маршруты. Вы редко, наверное, как и я ездите, да, в автобусах? Нет, почему? Езжу. Ну, я вот редко езжу. Я просто специально туда захожу, когда поступают жалобы на телеканал посмотреть. Часто бывают автобусы неубранные, да. Снаружи мы видим, что ржавые побитые автобусы. Но сейчас ГИБДД, к сожалению, не может предпринять к ним мер, потому что внешний вид никак не влияет на... Ну, и ГИБДД уже никак и не смотрит на страховщики у нас есть для того, чтобы... Ну, вы иду в современную систему страхования, автострахования. Да, конечно, да. ГАИшники не имеют к ней отношения. Да, хорошо говорящие, ведущие себя кондукторы, да, тоже есть такая тема. А где же таких взять-то? Где? Платите зарплату из той прибыли, которую вы имеете, на самом деле. Все эти сказки, что это совсем почти что убыточные. Я думаю, что маржа в этом бизнесе, она, конечно, не спайсовая маржа, но где-то рядом. Потому что даже разброс заявок на стоимость, он, понятно, что велик. И мы знаем массу регионов, которые находятся рядом с нами, которые ездят по тарифам ниже предлагаемых сейчас. Я не исключаю, что они вырастут там после Нового года и в тех регионах. Но скачок в 40% позволить, это, конечно, беспредельно. Мы же знаем, что у нас инфляция объявлена правительством, да, что у нас там, ну, было там 6 с чем-то процентов. Ну, 8 в худшем варианте у нас будет инфляция в стране за 2014 год. Ну, 9 даже процентов. В последнее время от 9 годов. Да, ну, там умножено на 2, на 3. И увидим настоящую инфляцию, если мы пойдем с вами в магазин, да, то рост на 40% это уже беспредел, в моем понимании. Ну, так или иначе... При том, что мы видим, что эти автобусы загаживают воздух, да, что двигатели, которые используют автобусники в своих машинах, ни под какие евро, там, 3, 4, 5, вообще по непонятному евро ездят они, да, и на это все закрывают глаза. Хотя это может быть основанием, когда конкурс на маршруты проводится, да. По каким это причинам происходит? Ну, только, знаете, те, которые проводят. Почему это не включается, да? Кстати, как сообщают СМИ, вот эта цифра 25 рублей за проезд для нашего города с нашим населением. Ну, вот будем говорить так, разовая поездка в метро в Москве, да, ну, достаточно затратный транспорт, бедствующий, как обычно, всегда у нас. Он стоит сейчас 26, и поднимается цена тоже, так, значительно, за 30 где-то. Я хотел сказать, что цифра в 25 рублей для нашего города, это официальная цифра Минтрансом разработанная. Ну, да. Ну, как разрабатывают форму она такая. Это отрыв от реальной жизни, или что? Конечно. Чиновников, сидящих там. Вот большую щедрость. Вот я вчера смотрю программу на канале НТВ, да? О том, что программа посвящена внутреннему туризму, и там захлебываясь, комментатор говорит, вот видите, вот эта молодая семья из Москвы съездила отдохнуть за город, пожила двое суток там в отеле, посмотрела великолепные церкви, природу. Всего затратила там в районе 24 тысяч рублей за два дня. Ну, давайте мы, Кировчанам, расскажем, что можно за два дня на выходные съездить за 24 тысячи, зная реальную зарплату, да, в регионе. А там казалось, что это вообще, ну, как бы, ну, задешево совсем они съездили. 17-18 тысяч у нас сейчас рублей считается. Это людям надо прожить целый месяц, уплатить коммунальные расходы и так далее, и тому подобное. Что касается новой маршрутной... Ну, вам известны, да, уже эти данные на основе исследований проведенных. Объем перевезенных пассажиров у нас увеличится на 2%. Среднее время поездки снизится на 4%. Степень дублирования маршрута снизится на 6%. Продлить автобусный маршрут номер 23, отменить маршрут 68, 73, в том числе новый, точнее, троллейбусный маршрут номер 6. Вот такие изменения. И, собственно, насколько они существенны. Мне вот очень сложно это комментировать. Я практически уже давно не пользуюсь общественным транспортом. Ну, в летких случаях, конечно, приходится пользоваться. Поэтому я эту проблему, на самом деле, глубоко так не знаю. Единственное, я знаю, что всегда надо с научной точки зрения подходить. И всякие такие заказы неизвестно о непонятных организациях, когда они размещаются, да, это очень плохо. Нет, там же история-то известная, там администрация городская заказала авиат, ГБУ, это исследование, собственно. Ну, а что, они являются суперэкспертами в этом деле? Они уже много таких транспортных потоков разрабатывали? Ну, там человек, сотрудник, подносится как действительно эксперт в этих вопросах. Можно назвать себя экспертом в разных вопросах. Сколько он таких проектов сделал? Спросите сначала, сколько человек сделал проектов таких транспортов в каких городах, с каким населением? Если у нас зеленой волны нет в городе, нигде. Хотя это уже давно везде проработано, да? Просто надо заказать тем людям, которые умеют это делать, которые высчитывают все эти промежутки. И мы будем экономить и время, вот мы же там говорим, что возрастет время в пути, да? Из-за чего? Потому что зеленой волны в городе Кира и нет вообще, нигде. Вы считаете, она возможна у нас при вот той ширине дорог, продолжительности этих дорог, количество перекрестков и так далее? Специалисты это делают. Во-первых, у нас ведется работа, у нас становится больше улиц с односторонним движением. Это, конечно, увеличивает трафик однозначно, потому что во многих городах мира это сделано. Есть районы, где вообще просто одностороннее движение на многих улицах. И таких пробок, соответственно, которые у нас возникают, их там нет. Ну, бывает там в случае аварии или что-то, ну, это форс-мажор. Вообще все должны сделать специалисты. И это вот псевдоэкономия, наши конкурсы, вот закон о конкурсах, которым определяющими является в основном только сумма затрат на проект. Это не совсем верно, и из-за этого мы получаем таких исполнителей заказа. Сомнительные, на ваш взгляд. На мой взгляд, сомнительные, да. Или это, я не говорю, что здесь есть коррупционная составляющая, или знакомым вообще отдаются такие заказы. Но я не имею в виду именно по этому поводу, по многим другим, да. Или реально выигрывает фирма, которая просто дала цену ниже. А качество их работ малоизвестно кому. У нас остается пять минут до конца особого мнения. Мы частенько с вашим участием, да, обсуждаем тему вредных привычек. Да, потому что... Инициатив всевозможных на этом... Инициатив, которые появляются постоянно в этом отношении. Вот предложение на прошлой неделе, да, это прозвучало. Предложение группы депутатов в Госдуму от ЛДПР. Убрать алкоголь с глаз покупателей в продуктовых магазинах. Только по правесу продавать. Вот как сигареты сейчас, да. В первую очередь автор закона проекта заботится о подрастающем поколении. Чтобы дети не видели, не спрашивали, не задавали. Мое мнение вообще по всем вот этим вопросам, да, которые у нас сейчас рожают, извиняюсь за это слово, депутаты. Потому что серьезными вопросами никто не позволяет заняться. Им же надо показать, что они работают. Вообще скоро, через два года выборы будут. И вот они всякую чушь, извиняюсь за выражение, несут в законодательную... Части, масса и штампуют, и штампуют, и штампуют. Хотя мы знаем, что вот этих таких законов 99% не проходит. Но зато их обсуждают. Мы с вами, как СМИ, обсуждаем, еще обсуждают. Ну, хотите вы сделать, сделайте отдельные магазины. Хотя мы уже давно видим, что они... Но они есть уже. Да, они и существуют, да. Во-первых, алкоголь нигде не стоит прямо у входа в магазин. Ну, стоят, есть как попутные. Берут и берут. Вот если вы не знаете, вот сейчас вносится законопроект даже... Есть такие магазины в нашем городе, чтобы попасть в основной отдел, нужно пройти сначала через винный. Есть. Ну, и что в этом страшного? Ну, вот, при этом мы разговаривали. Вы знаете, что вносится законопроект о том, что разрешить рекламу алкоголя. Которая давно у нас уже запрещена. И табака, между прочим. В печатных СМИ. Я думаю, что телевидение недалеко от этого уйдет. По крайней мере, по алкоголю. И в ответ представитель Роскомнадзора, достаточно высокий чиновник, говорит. А вы знаете отравленную водкой белугой? Нет. Это же динатура. Ну, что это ее запрещать? Ну, хохот в зале, понятно, что вы же там несколько лет назад говорили, что это такое большое зло. Ну, он улыбнулся, даже не стал на этой глупости отвечать. Так что есть перегибы в таких вещах. Не знаю, у нас у всех у людей тогда что? Знаете, напиток водка. Разнообразие вин и хороших вин, которые теперь даже в Российской Федерации производятся. Мы не будут видеть те, которые... То есть культуры питья мы не увидим, не в самом питье, а в магазине, конечно, а в том, чтобы приобретать. То есть если люди не будут представлять о том, какой есть, существует выбор, от них это спрячут, а слово водка все равно, вот оно тут где-то рядом крутится, ну, будут пить водку. Ну, еще кому от этого лучше сделать? Тереть специализированные магазины в поле, там, или рядом с полем. Ну, кому надо, приедут. Ну, давайте еще про курение, да уж. Вот, видимо, глава российских железных дорог Владимир Якунин посмотрел на то, как реализуется, вернее, совершенно, видимо, не реализуется вот этот запрет на курение в поездах дальнего следования, что можно за взяточку небольшую проводника в туалете покурить. В общем, в чем суть-то заключается? Якунин предложил все-таки вернуть курилки в поезда дальнего следования. Ну, Якунин, когда ему было не запрещено выезжать с территории Российской Федерации, он ведь ездил в страны развитого капитализма, да, и там на всех перронах оборудованы места для курения, да, и никто, ну, во-первых, там перегоны намного короче, чем у нас, да, мы пока едем с Москвы до Владивостока, так несколько раз придется покурить, наверное. То есть это серьезная проблема, во-первых, у нас есть минус 30 и более градусов, да, за бортом. Это не то, что ты вышел при температуре плюсовой и там выкурил сигарету в отведенном месте, которых достаточно много, а не мало на самом деле. Ну, вот он, наверное, это все вспомнил. Может, в его окружении тоже оказались люди, которые себе позволяют курить во время поездки в поезде. Ну, пришли к нормальному, меняемому решению, я думаю, что оно до конца года, ну, в крайнем случае, в первом квартале 15-го года будет принято. У вас такая есть уверенность? В этом вопросе есть уверенность. Почему бы не... Ну, я надеюсь на лучшее, я как курильщик, вот, хочу, чтобы боролись с курением, но не боролись с курильщиками. А почему бы платно не предоставлять такую услугу вот пассажирам поездов дальнего следования? Ну, тут определенное помещение, вагончик какой-то, часть вагона с вытяжкой и так далее. Я думаю, что в аэропорта, где было все прекрасно. Оборудовано, все это дело взяли и закрыли из-за закона. Ну, ходят все курить в другие комнаты. Все это знают, уже даже никто никого не гоняет. Хотя это было все сделано цивилизованно, как во всем мире. Ну, мне не покидает мысль о том, что на любое действие есть противодействие, если вот у нас все-таки разрешат в поездах, да, курить, где-то все равно потом еще и щемят. Будет очередная инициатива. И правильно сделают. И так далее. Завершается программа «Особое мнение». Это «Особое мнение» Юрия Шлюминзона, члена Общественной палаты Кировской области, главного редактора телеканала «Рент и Киров». Спасибо, Юрий Львович. Спасибо всем. До свидания. Особое мнение на 101FM Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова